Таджикский студент В течение трех дней со дня прибытия в один из перечисленных городов, уроженцы Таджикистана обязаны обратиться для регистрации в соответствующие территориальные органы МВД РФ или Многофункциональный Центр Предоставления Государственных Услуг МФЦ. У нас построили новый стадион на месте старого. Напомним, что чемпионат мира по футболу FIFA 2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля, в связи с чем резко возросло число незаконных задержаний трудовых мигрантов под предлогом «Усиление мер безопасности». Отныне таджикские студенты и работники сферы образования смогут выехать за рубеж только с разрешением Министерства образования и науки Республики Таджикистан. К журналистам обратился студент местного вуза с информацией о том, что со всех студентов университета потребовали подписать бумагу. С решением Миноборнауки о том, что если студент планирует выехать за границу, то он обязан получить разрешение из соответствующих ведомств. Теперь вы должны собрать необходимые документы, приложить их к заявлению на имя ректора, а вот дадут вам разрешение на выезд или нет, это будет решать Миноборнауки, цитирует куратор своей группы учащейся. Все сообразования не всегда дают разрешение, и как бы это ущемляет прав студента лучше. По его словам, студентов предупредили, что если кто-то нарушит новый порядок, он будет исключен. Данный документ был утвержден 28 февраля 2018 года. Состоит из трех пунктов. Один из пунктов относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов и гласит о том, что вышеназванные категории людей обязаны согласовывать свои поездки за границу с соответствующими органами. Далее приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Это официальное письмо за подписью руководителя образовательного учреждения, копия загранпаспорта, автобиография, копия приглашения на мероприятие, а также заполненная анкета с указанием посещенных за последние четыре года стран. Отдельное обоснование целей поездки с указанием необходимости, планируемой для обсуждения тем и т.д. Копия предполагаемой презентации. Указанные документы должны быть предоставлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее чем в течение пяти дней предоставить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копией подписанных документов, в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п. В случае непредоставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена. Например, отдельные категории работников системы образования могли бы выехать за рубеж. Политологи отмечают, что данный закон находится в одном ряду с самыми абсурдными решениями режима рахмона и напоминает железный занавес, который существовал при советской оккупации Таджикистана. Вместе с тем, в качестве наиболее вероятной причины подобного решения наблюдатели называют именно желание властей ограничить таджикскую молодежь от приобретения ею их политической и религиозной сознательности. Перед началом летних каникул в средних образовательных учреждениях Ферганской области Узбекистана прошли родительские собрания. Главным рассматриваемым вопросом на родительском собрании, где с каждого родителя в принудительном порядке взяли соответствующие расписки, был досуг детей во время летних каникул. В данной расписке каждый родитель обязуется не отправлять своих детей на обучение к имамам и атинам, религиозным наставницам. Ширали Дустеров, 12-летний сын которого учится в школе номер 4 в городе Маргелан Ферганской области, в разговоре с репортером Азадли говорит, что во время родительского собрания 28 мая он, как и родители других учеников, написал расписку, в которой обязуется не отправлять сына во время летних каникул к имамам для получения религиозного обучения и не разрешает ему играть в компьютерные игры, имеющие характер насилия. Напомним, что формально снятый недавно запрет на посещение мечети лицами, недостигшими совершеннолетия, практиковался властями Узбекистана еще со времен прежнего президента Каримова. Возрастное ограничение посещения мечети наряду с прочими запретами в религиозной сфере было принято в рамках деисламизации населения страны. Следует заметить, что Узбекистан не единственная страна в Центрально-Азиатском регионе, где лицам, не достигшим 18 лет, запрещается обучаться исламу. В Таджикистане также существует запрет как на посещение мечети, так и на обучение религиозным знаниям лиц, не достигших 18 лет, а за нарушение данного запрета родители могут быть привлечены к уголовной ответственности.